Всемирный день ребенка и день педиатра. Два праздника объединены одной датой, 20 ноября. Именно в этот день, в 1959 году, Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию прав ребенка. Наша съемочная группа познакомилась с людьми, которые стоят на страже детского здоровья. Своих маленьких пациентов Эльмира Рыскулова знает по именам. За здоровьем Матвея доктор следит с первых дней его жизни. На этот раз мальчика ничто не беспокоит. Пришла пора делать плановую прививку. Педиатр, он непосредственный друг, товарищи, спутник мамы и, соответственно, родителей. Педиатрия заняла основное место в ее жизни. Эта сфера требует максимум сил и терпения. Но, по словам доктора, это того стоит. За 25 лет на руках Эльмиры Рыскуловой выросло несколько поколений. Если я посмотрела ребенка, и я убедилась, что все хорошо, я лечу, и я вижу результат, вот от этого я получаю удовольствие. С ним очень приятно работать, как родные они мне. Люберецкий округ славится большой и профессиональной армией врачей-педиатров. Две поликлиники и консультативно-диагностический центр объединяет около ста квалифицированных специалистов. Это не только участковые педиатры, но и врачи узких направленностей, как и все люди в белых халатах. Сейчас они переживают нелегкие времена. Кроме того, что мы каждый день занимаемся приемом детей, наши врачи еще работают и в области телемедицины. Ежедневно с 8 до 8 часов вечера отвечают на вопросы в видеорежиме пациентов из разных регионов. Создана бригада ковид. В эту бригаду входит врач, в эту бригаду входят две медицинские сестры. Эта бригада занимается забором мазков на ковид и наблюдением пациентов. Контактных, а вы знаете, они ходят в школу. Пришел один педагог, заболел, к сожалению, такое бывает. И 28 контактных. И кто из них как поведет себя в ответ на это, никто не знает. За последние годы педиатрическая служба городского округа Люберцы сделала шаг вперед. В двух поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства прикреплены более 20 тысяч детей. А консультативно-диагностический центр обслуживает 176 тысяч человек. Это современно отремонтированный и оснащенный необходимым оборудованием медицинские комплексы. В 2017 году здесь стартовал первый в столичном регионе проект «Бережливая поликлиника». Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.